Сухая трава загорелась в Дивееве в пятницу 7 апреля. Площадь пожара составила 17 гектаров. Огонь тушили до поздней ночи. Апокалиптичные кадры мгновенно разлетелись в соцсетях. На борьбу со стихией вышло больше 20 огнеборцев. Также задействовали пять единиц техники, сообщили в региональном МЧС. Трава загорелась рядом с жилыми домами. Их от огня отделяло только шоссе. К утру пожар удалось локализовать. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Пал сухой травы весной – не редкость. За последнюю неделю в регионе произошло 34 пожара на площади свыше 57 гектаров. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года был зафиксирован всего один подобный пожар площадью 30 квадратных метров. Так, число пожаров, вызванных поджогом сухой травы, увеличилось в 34 раза. За сутки 6 апреля в регионе произошло 15 пожаров сухой травы на площади 57 гектаров. В Лукояновском муниципальном округе площадь пожара превысила 50 гектаров, сообщают в региональном МЧС. В этом году пострадавших нет. В прошлом огненная стихия добралась и до семи домов. Пострадал один человек. Настоятельно рекомендую не рисковать своей и чужой жизнью и имуществом даже в том случае, если предприняты все меры предосторожности. В настоящее время жители активно наводят порядки на своих земельных участках, производят сжигание сухой травы. Настоятельно рекомендую убирать сухую траву и мусор пожаробезопасным способом. И обязательно провести разъяснительную беседу со своими детьми о недопустимости детской шалости с огнём. Жечь траву, мусор и порубочные остатки на своих участках в необорудованных для этого местах запрещено. Место для сжигания должно находиться на расстоянии не менее 15 метров от зданий и иных построек. При использовании металлической ёмкости бочки расстояние можно сократить до 7,5 метров. Разрешено готовить на мангале или жаровне на расстоянии 5 метров от зданий и сооружений. Зона вокруг мангала должна быть очищена в радиусе до 2 метров. Нарушителей накажут рублём. Так, за несоблюдение правил пожарной безопасности граждане отдадут в казну от 5 до 15 тысяч рублей. Должностные лица от 20 до 30 тысяч, а юридические лица от 300 до 400 тысяч рублей. С введением особого противопожарного режима. Любые огневые работы под запретом, а штрафы увеличиваются практически вдвое. Напоминают в пожарном надзоре. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.